Лирическая комедия Владимира Меньшова «Любовь и голуби» – одна из самых любимых. Пьесу с одноимённым названием написал сибирский актёр и сценарист Владимир Гуркин. И что интересно, эту историю он вовсе не выдумал. Она произошла на самом деле с его знакомыми Кузякиными. Была и верная Надюха, и любитель «Голубей Василий» и их дети, и коварная разлучница с курорта. А прототипами дяди Мити и бабы Шуры стали родные бабушка и дедушка Гуркина. Режиссёр Владимир Меньшов узнал о пьесе совершенно случайно. Пришёл в театр «Современник» на спектакль. И когда увидел Нину Дорошину в роли Надюхи, понял – надо снимать фильм. Фигура вторая! Печальная. Подходящие пейзажи нашли в Карелии, в Медвежьегорске, на берегу Онежского озера. Там же обнаружили подходящий дом для семейства Кузякиных. Ради большого кино жильцы на месяц уступили в своё жилище и даже разрешили затеять строительство голубятни. Дрессированных птиц киношники специально привезли из Москвы. Кастингу актёров Меньшов подошёл тоже очень серьёзно. Хотя выбор артистов на роли дяди Митии и Бабы Шуры несколько удивлял его коллег. Режиссёр решил, что эти роли будут играть люди не старые. Из их числа и актриса Наталья Тинякова. В юности Наталья обладала спокойной и безмятежной, но изысканной красотой. А в 40 лет по нашему времени ещё практически молодость сыграла бабулю без определённого возраста. Баба Шура была знаковым персонажем, а актёрскую игру Натальи оценили по достоинству. В этой картине снимался её муж Сергей Юрский, который играл дядю Митю. Режиссёр Владимир Меньшов его утвердил первым, а потом стал подыскивать ему в пару актрису, которая сыграла бы жену. В конце концов он предложил эту роль Тиняковой, на что она очень удивилась, ведь ей было только 40 лет. А по сценарию её героиня должна быть намного старше. Она восприняла это как шутку, но после долгих уговоров, в том числе и просьб мужа, согласилась. Кроме того, ей захотелось побывать в Карелии, где планировали съёмки фильма. Благодаря работе гримеров, талантливой игре и долгим репетициям, актрисе удалось превосходно перевоплотиться в старушку. Чтобы состарить актрису, ей наносили специальный грим, который после высыхания создаёт на коже морщины. А в остальном всё зависело от неё. Актриса долго репетировала. Ей нужно было вжиться в роль деревенской старушки, научиться ходить и говорить, чтобы выглядеть реалистично. Тинякова во многом ориентировалась на свою соседку в деревне, где она на лето арендовала дом под дачу. Её мужу, Сергею Юрскому, на момент съёмок было 49 лет. Но и он смог убедительно показать деревенского старика Проныру. И никто и подумать не мог, что на самом деле актёр – интеллигентный человек. Когда впервые между съёмками он захотел зайти в кафе, его не пустили, так как думали, что это какой-то пьяница. Примечательно, что героини Надежда и Раиса Захаровна, наоборот, были моложе, чем сами актрисы Нина Дорошина и Людмила Гурченко, которым было уже под 50. Бытует мнение, что так как фильм снимался по пьесе, то режиссёр решил использовать театральные элементы и выбор актёров, которые по возрасту не подходят своим персонажам. Это театральный подход. Наталья Тинякова и Сергей Юрский были счастливы вместе с 49 лет. Познакомились они во время совместной игры в телеспектакле, когда она была ещё студенткой. А Сергей тогда уже был известным актёром. И Наталья очень радовалась встрече со своим кумиром и сразу влюбилась. Но никаких отношений не последовало, так как она была замужем за своим однокурсником Львом Додиным, а его дома ждала жена Зинаида Шарко. Но Наталья не могла скрывать свои чувства от мужа и сразу во всём призналась и попросила развод. А Юрский развёлся позже. Их роман начался в Большом драматическом театре, куда актриса пришла после выпуска. А поженились они в 1970 году. В новой семье появилась дочь Дарья. Она пошла по родительским стопам, также стала актрисой. Тинякова одно время сомневалась в таланте дочери, о чём честно говорила Олегу Табакову. На что Олег Павлович только развёл руками и сказал «Извини, Наташа, не мог не взять». Ведь на тот момент дочь актёров уже прошла все туры поступления. Наследница звёздной пары подарила родителям двоих внуков – Гошу и Алишера. После замужества актриса осталась на своей девичьей фамилии Тинякова. Но после того, как в конце 70-х Юрский стал неугоден властям, ему не давали работать, она уволилась вслед за ним из театра и официально взяла его фамилию. А Тинякова стала её псевдонимом. Наталья снималась в кино мало, так как сразу поняла, что ей нравится играть свою роль от начала и до конца. А не делать бесконечные дубли. И в большинстве случаев её можно увидеть на экранах в фильмах-спектаклях. 8 февраля 2019 года Сергей Юрьевич скончался в возрасте 83 лет. Уже три года актриса живёт одна. Их дочь Дарья продолжила династию. Теперь мать и дочь вместе играют на сцене МХТ имени Чехова. В свободное время Наталья Максимовна отдыхает на своей даче, читает хорошие книги и общается с внуками.